Золотой ястреб Сценарий Роберт Кент по роману Фрэнка Ирби Оператор Уильям Скелл Редактор Эдвин Брайан Ассистент режиссера Джек Корик Художник по костюмам Джим Луи Продюсер Сэм Кацман Режиссер Сидни Селсо В 17 веке появился альянс Англии с Испанией Выступающий против господства Франции в Карибском море Когда началась война, появились и те, кто решил сражаться в своих интересах Набивая военными трофеями собственные сундуки Эти авантюристы стали печально известными пиратами Индии С легендарными крепостями на далеких обширных островах Эти авантюристы стали печально известными пиратами Индии Девушки отдыхают Эй, Мария! Налей-ка! О, моя крошка Мария! Я хочу выпить ром прямо из своих горячих губ. Офиг горячего рома? Получит. А где он? Я его не видел. Ты ведь с ним провела ночь. Думаете, он на мне женится? Мария, золотой ястреб уже женат на море. Зачем ему две жены? Вчера он мне говорил, что любит только меня. Что тут смешного? Он был очень галантен со мной. Он посмотрел на меня и сказал, я возведу тебя на кредестал, Мария. Ты богиня, высеченная из белого мрамора. Он дал мне пистолет. Сказал, чтобы я выстрелила в него, если он меня обманет. Правда? И что ты сделала? Вернула ему пистолет. Конечно же! Он уже давал этот пистолет всем сиоритам на Тартуге. Мы позабудим обо всех трудностях, если будем проводить время, как он. Даже о проклятом шторме, который уничтожил наш корабль. О, это был большой корабль. Может быть, когда-нибудь? Посмотрите, он уже с другой. Капитан Джерардо, если вас увидит мой отец, будет большой скандал. Я не какой-то там вульгарный пират. Французский капер то же самое. Тогда зачем ты пришла? Я? Вы задаете грубый вопрос. Отвечу за тебя. Вы ведете себя непристойно. Непристойно? Могло бы так показаться, если бы ты не была самой прекрасной женщиной, которую я когда-либо видел. Я возведу тебя на пьедестал, как богиню, высеченную из белого мрамора. О, нет, пожалуйста. Я поэтому хотела с вами встретиться. Все говорят, что вы опасны для женщин. Хотела проверить, так это или нет? Могли бы вы заказать что-нибудь поесть? Я уже заказал. Вы были уверены, что я сюда приду? Эмили, Эмили. Ты так много внимания уделяешь тому, что говорят другие. И не доверяешь мне. А как я могу? Возможно, ты права. Вот. Я докажу твою любовь. Если я сделаю хоть что-то, что тебе не понравится, разрешаю тебе меня застрелить. О, дядь. Дядь, ты любишь меня. Ты правда? Я тебя тоже. Слышали? Колокол. Трехпалубник. Наверное, трехпалубник. А мы должны сидеть здесь. Ну что? Испанский военный корабль. 60-пушечный. 60 пушек? Я не собираюсь рисковать своим кораблем против плавучей крепости. Я разглядел его в подзорную трубу. Это Гарза. Гарза? Им командует Луис Дель Торо. Если это Гарза, то там полно золота, которое нам не по зубам. Зачем звонят в колокол? Какое-то торговое судно падает, как спелый плод, в руки торговцев. За нашу любовь поделись. Чтоб ты всегда была такой же прекрасной. Кит, не оставляй меня никогда. Возьми меня с собой. И женись на мне. Жениться? Кто там? Открой, скорее. Ты не совсем вовремя. Кит, только что видели Гарзу. Гарза? Корабль Луиса Дель Торо. На этот раз ему не уйти. Скажи еще, что ты хочешь отправиться за ним. Эти дураки побоятся на него нападать. Они не дураки. На Гарзе 60 пушек. Что ты задумал? Здесь много кораблей. И я получу один из них прямо сейчас. О, Кит, куда ты уходишь? Возвращайся домой, как ты, Эмили. Любящий отец лучше, чем мертвый муж. Пожалуйста, подождите. Не позвольте, чтобы его убили. Это не так просто. Но вы могли бы это сделать. Кому это здесь не по нраву запах золота? Неужели вы настолько глупы, что упустите такую добычу? На Гарзе больше золота, чем мы сможем потратить за всю свою жизнь. Речь достойная, француза. И речи не может быть о том, чтобы нападать на этот корабль. Мы не идиоты, чтобы атаковать военное судно. На Гарзе 60 пушек. Ну и что? Что в этом проку, если они не увидят, в кого стрелять? Быстроходное судно с опытным капитаном может обойти его по кругу, кусаясь за пятки, как змея. Или как ястреб, который нападает на лошадь. Видал я ястребов, которые совершали крупные просчеты. Их обезглавливали. Ты со мной не согласен, английский павлин? Думаешь, это невозможно? Почему бы и нет? На полной скорости. Очень быстро. Укусить здесь и тут же там. Когда поймет, что весь искусом, он уже пойдет ко дну. О, хоть кто-то здравомыслящий. Должно быть вы француз, сэр. Или дурак. Ты много говоришь и мало понимаешь. Я с тобой. Мы победим этих испанцев. Можешь пойти со мной на Глазго. Спасибо, но только быстроходный корабль сможет обойти Гарзу. Твой Джереми. Морской цветок. Вы согласны с тем, что мы возьмем морской цветок? Я согласен. Его капитан отфиживается в саверне, мешая нам одержать достойную победу. Морским цветком или без него? Морской цветок наш. Ублюдок хочет оставить нас без пуска хлеба. Ну, погоди, сейчас я тебе... Согласны с нашим планом, мистер Смит? У дураков и планы дурации. Убери, Нобу. Думаешь, это забава? Конечно. Жаль, ты не сможешь ей насладиться. Корабль или жизнь, друг мой. Сам выбирай. Выбирай. Если не убьешь меня, бери морской цветок. Что ты за это хочешь? Для меня будет удовольствием, капитан Жерарда, умереть вместе в сражении с Гарзой. Моя гордость не будет долго страдать. А теперь будьте любезны. Уберите это. Вы отлично владеете шпагой. Надеюсь, вы к нам присоединитесь. Отправляемся немедленно. Застанем Гарзу врасплох. На корму! Приближаемся к Гарзе. Похоже, смерть встретит нас с улыбкой. Запад золота Гарзе вернет тебя в чувство. Подойти к Гарзе сложнее, чем взять крепость Картахены. Не будь так уверен, друг мой. Когда-нибудь в Картахене пойдет испанское господство. Думаете, они собираются на нас напасть, капитан Дель Торо? Думаю, да. А жаль. За свою храбрость они получат награду только на дне морском. Дель Торо решит, что мы сумасшедшие. Когда мы дадим залп? Никакого залпа, пока не подойдем поближе, друг мой. Возьмите факелы. Давайте, живее. Заходим справа борта. Справа борта, сэр. Приготовились к атаке. Огонь! Бортовые орудия к бою! Это бесполезно, сэр. Нам их не достать, они у нас за кормой. Лево руля! Да, сэр. Мы бегаем на корму и бросаемся в воду. Давай. Смотрите, сэр. А ну-ка, взгляни. Прекратить огонь! Не стрелять! Прекратить огонь! А-а-а! Не стрелять! А-а-а! Огонь! Не стреляйте, идиоты! Там женщины! Не стреляйте! Кроме того, что нас захватил Дель Торо, вы нас чуть не угробили. И вместо золота мы получим госту каких-то женщин? Каких-то женщин? Я тебе покажу! Дель Торо интересует меня больше, чем золото. А что ты скажешь своим людям? Бернард, курс на северо-запад. Забудьте о Гарде. Похоже, они убегают. Отправимся в погоню? Нет, сейчас это неблагоразумно. У нас будет возможность получше. Я должна умирать от холода, пока твои люди пожирают меня глазами. Сейчас вернешься обратно в море. Поэтому радуйся, что тебе спасли жизнь. Спасли мне жизнь? Кажется, моя судьба изменилась в худшую сторону. Я принесу сухую одежду. Может быть, не твоего размера, но... за неимением лучшего. Прошу. Дель Торо напал на остров Мэри Гэллон. Хоть я и голландка, меня захватили вместе с другими женщинами. Я сбежала от Дель Торо, чтобы угодить в лапы, я от Три Бакита Джерардо. Главное, что ты спаслась. А ты неплохо выглядишь в этой одежде. Как я тебе нравлюсь. Джейн Ван Корт. Ты голландка, но говоришь не по-голландски. Я с детства путешествовала по островам вместе с отцом. Я знаю несколько языков. Так значит, Дель Торо разграбил город и убил много людей? Никто не застрахован в этой англо-франко-испанской войне. Дель Торо за все заплатит. Между тобой и Дель Торо это больше, чем просто война, правда? Вы, ребята, не давите друг друга. Возможно. Но это касается только меня. Меня тоже. Я не собираюсь плавать по Карибскому морю, пока ты за ним охотишься. Когда-нибудь я верну тебя на Мэри Гэллон. Когда-нибудь? Значит, я пленница? Да. И весьма почетная. Думаешь, я особенная? Другие леди не противились. Значит, они были не леди. От такой галатности я захотела есть. Раз не хочешь питать свое тщеславие, насыть хоть свой желудок. Я же отдал тебе свою каюту, чтобы ты могла спокойно выспаться. Что ты делаешь здесь? В море нет войны и проблем. Оно не такое, как люди. Иногда его штормит. Никогда об этом не думала? Чего ты хочешь? Ты такая молодая и красивая. Чего еще можно хотеть? Оставь меня в покое. Пожалуйста, подожди. Я тебе не нравлюсь? Почему? Твоя репутация бабника известна на каждом острове Карибского моря. Спокойной ночи. Увидимся в каюте. Субтитры сделал DimaTorzok Нет, я не собираюсь уходить. Почему ты меня боишься? Боюсь? Я устала. Поговорим позже. Я хочу поговорить сейчас. Я не перестаю о тебе думать, с тех пор, как спас тебя. Я согласна поговорить, если ты обещаешь не делать ничего другого. Джейн, ты несправедлива ко мне? Я возведу тебя на пьедестал, как морскую богиню. Высеченную из белого мрамора. Продолжайте, капитан. Ваши слова прекрасны. Меньшего от тебя не ожидала. Спасибо, но большего тоже не дождешься. Уходи немедленно. Не сердись. Я позабочу, чтобы тебя никто не беспокоил. А кто позаботится о том, чтобы меня не беспокоил ты? Мадемуазель, так как вы мне не доверяете, я готов доказать благородность своих намерений. Разрешаю вам им воспользоваться. Возможно, ты говоришь серьезно. И кажется, искренне. Тогда... Но мы друзья. Я подумаю. Спокойной ночи. Доброе утро, друг мой. Выглядишь хорошо отдохнувшим. Она не вернула тебе пистолет? Хороший ветер. Поставь стаксель. Живо. Помоги ему. Я поведу. Да, сэр? У тебя нет другой работы? Еще не решил, куда направиться. Ты на борту три дня, а я даже не знаю, в каком направлении тебя вести. Наверное, ты не очень хороший навигатор. Капитан. Я думал, ты не выходишь ночью из каюты. Устала там сидеть. И лонли? Тебе одиноко? Не на столько, капитан. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной ночи. КОНЕЦ И это твои благородные намерения? Позволь мне... Она спустилась вниз. КОНЕЦ Это была твоя идея. Руш. Руш? Черт возьми, да это же голландская пиратка, собственная персона. Самая опасная женщина в Карибском море. Мне никогда не нравился этот его трюк с пистолетом. КОНЕЦ Почему бы не спустить шлюпки и не отправиться за ней? Кит, мы больше беспокоимся за тебя, чем за эту коварную пиратку. К тому же она уже наверняка добралась до какого-нибудь острова. Да какого? Кто знает, вчера мы проходили рядом со многими. Странно, что Руш была заключенной на испанском военном корабле. Я это выясню. Рано или поздно наши с ней пути пересекутся. Люди хотят золота. У меня это в планах. КОНЕЦ 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 Нам везет. Тут полно испанских сокровищ. Пусть каждый получит свою долю. И не забудьте про короля. Кит, оно сияет ярче, чем длинные рыжие волосы. И окажется намного полезнее в старости. Хоть и по-прежнему мало тебя волнует. Мы обыскали каждый уголок Карибского моря. Где же она? Отсюда нам это знать? Может вернулась в Голландию, а может пиратствует под английским флагом. На Тартуге говорят, что она захватила три корабля. Один французский и два голландских. На твоем месте я бы не беспокоился об этой леди. С ней все в порядке. Но она пропала. Беспокоится как за своего отца. Или жену. Стал жертвой собственного оружия. Да в мире полно красивых женщин. Капитан, у нас тут еще двое пленных. Приведите их сюда. Ведите. Кит. Кит, они спрятались. Мы схватили их прежде, чем они себя подожгли. Говорят, что лучше сгореть, чем стать пленниками Золотого Ястреба. Ну вот, и красивое, и в мужчин не стреляет. Как тебя зовут? Может, посадить тебя на хлеб и воду? Нет. Поделикатнее. Как ее зовут? Бьянка де Вальдиве. Бьянка. Красивое имя. И одета хорошо. Лучше с испанских кровей. Дона Хелена. Не ведите никаких переговоров с пиратом. Этот корабль идет под французским флагом. Для Испании он пиратский. Куда направляетесь? Ни слова больше. Бернард. Нет. Подождите, простите ее. Картахену, чтобы вступить в брак. Жаль, что такая красота достанется испанцам. Самым богатым и влиятельным человеком в Картахене. Доном Луисом Дель Торо. Дель Торо? Вы его знаете? Мне очень жаль, сеньорита. Когда-нибудь вы станете вдовой. Запреки ее в каюте. Если бы кто мне сказал, я бы не поверил. Девушку прекрасную, как Ангел Небесный, ты оставил запертой в каюте. Что ты собираешься делать с этой Бьянкой де Вальдивия? Для Луиса Дель Торо она так же красива, как и для тебя. Хочу получить за нее 10 тысяч золотых. Выкуп? Но где ты собираешься его получить? Знаешь Кул-де-Сак? Да, все его знают. Идеальное место. Дель Торо должен получить по заслугам. 10 тысяч золотых монет, пока с него будет достаточно. Но не забывайте, он убил мою мать. Скоро он заплатит сполна. Отлично. Когда отправляемся в Кул-де-Сак? Немедленно. Полный вперед. Капитан Джерардо. Когда мы прибываем? Через несколько часов. Что я должна сделать, чтобы изменить ваше решение? А что вы готовы сделать, чтобы сохранить Дону Луису Дель Торо 10 тысяч золотых монет? Неважно. Женщина, которая собирается за него замуж, не заслуживает моего уважения. А другие женщины заслуживают? Вас это задело, не так ли? Думаете, вы лучше других? Научитесь уважать меня. Так трогать тебя или нет? Ты принадлежишь Дель Торо. Я должен вернуть ему товар, чтобы он заплатил выкуп. Не стоит об этом забывать. Когда я берусь за перевозку, я доставляю груз неповрежденным. Кул Десак. Кул Десак. Уже неделю торчим в Кул Десак. Боюсь, мы никогда не дождемся корабля Дель Торо с испанским золотом. Кул Десак. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok У Дона Луиса было достаточно времени А у тебя? Давай еще выберем Пойдем Я не верю, что ты на меня не заглядываешься У тебя есть девушка? Даже не знаю, существовала ли она на самом деле Или ее не было Раз ты ее до сих пор помнишь, она должна быть вполне реальной Ты выходишь замуж за Дона Луиса Мой отец обещал меня ему Почему ты поклялся его убить? Прости, это мужское дело Женщина не должна Он тоже захочет тебя убить Не нужно было мне тебя встречать Ты уедешь и все забудешь Чтобы спрашивать себя Существовал ли ты на самом деле? Не хочу Я ей завидую До свидания Идут Капитан Хитт Идут, морской цветок и гарза Я видел с берега Вот мы и снова встретились Капитан Джерардо Уж не знаю, случайно или преднамеренно Но нас всегда связывают трудные ситуации Может вы помните имя Жанна Мари? Это моя мать Да Ты на нее похож Вы в ответе за ее смерть Нет, Амиго, ты ошибаешься Я не ошибаюсь Убрать оружие Вы гарантировали мою безопасность Откройте сундук Все так, как договаривались Где леди? Приведите бьянку до Вальдивия Девушка, которая сбежала с вашего корабля Потом с моего Что вы о ней знаете? Она недавно прибыла на остров Мэри Гэлланд Остальные ее не знали Она вам понравилась? Еще бы Особенно, когда выстрелила в него От дикой кошки не стоит ждать благодарности, капитан Рад видеть, что с вами все хорошо, моя дорогая Надеюсь, с сегодняшнего дня вы будете очень счастливы Благодарю вас, Дон Луис Спасибо за все Мы выполнили все условия договоренности Я получил золото Я получил золото Вы невесту Можете уходить 10 тысяч золотых монет Очень много денег за спасение одной женщины И сработало? Он не знает отказа Отнесите золото на борт Отходим во второй половине дня Поднять якорь Капитан Три спанских военных корабля по правому борту Там Дель Торо сказал свое последнее слово Скорее всего идут из Хартакены Может спустимся в бегство? Достигнем порта? Чтобы нас потопили? Нет, спасибо, Джереми Бросайте якорь Смотри, нас блокируют Хотят, чтобы мы спустили флаг Не нравится мне эта компания Завтра у нас будут гости Я предпочитаю драться Лучше мереть в бою, чем в петле Благородное чувство, Джереми А я предпочитаю вообще не умирать Может есть другой выход? Скоро узнаем Добавьте еще пороха, парни Поднимай Когда прогремит взрыв, морской цветок должен начать движение Хорошо Кит, будь осторожен Не помни Назад дороги нет Думаю, нам повезет Вперед Кит, будь осторожен Вперед Продолжение следует... Всем приготовиться! Ослабьте канаты! Все по местам! Они почти уже там! Поднять якорь!